Друзья, всем привет! Это у нас Tesla Model 3 2021 года из Giga Shanghai Standard Plus батареи LFP. Но сегодня мы не будем говорить о батарее LFP, либо о пробеге, запасе хода. Впрочем, сегодня я хочу рассказать о своем опыте использования белого цвета интерьера, белых сидений спустя один год после того, как я приобрел данный автомобиль. Наверное, самое мое большое сомнение во время покупки, во время конфигурации данного автомобиля, это был цвет интерьера. Если с цветом экстерьера краски определился сразу же, это был белый. Из предложенных пяти цветов у Tesla серый, черный, красный, синий и белый. В принципе, мне больше всего понравился белый, плюс он бесплатный, входил в изначальную стоимость автомобиля. Вот с выбором цвета интерьера были небольшие сомнения. На выбор вы можете выбрать черный или белый цвет. За белый необходимо доплатить, ну, в Европе, одну тысячу евро, а черный входит в стоимость по умолчанию. То вот возникали вопросы по поводу того, насколько будут эти все сидения устойчивы к грязи, ко всяким там отпечаткам, к царапинам. Как это будет со временем проявляться. И черное и белое сидение изготовлено из так называемой веганской кожи. Это не натуральная кожа, это кожа из каких-то переоборотанных материалов, не из животных она сделала. И сейчас я уже могу с уверенностью сказать, что они довольно очень хорошо выносливые. По мне белые сидения, они немножко мягче, наверное, черных. Не знаю, может, основное ощущение. Немножко другая структура, если вы руками потрогаете черные и белый цвет интерьера, то они по мне немножко помягче. Ну и почему меня тянуло выбрать белый цвет интерьера? Потому что я люблю светлую одежду, там светлую обувь. И плюс белый салон по мне добавляет, конечно, объемности в пространство. Я живу в Норвегии, да, здесь особенно зимой и осенью очень темно, так солнца мало. Поэтому белый цвет интерьера, конечно же, он добавляет какого-то более такого радостного ощущения. Но если он по себе белый цвет, конечно же, это всегда чистота, всегда какая-то стерильность. Ну, по мне вот так. Этому автомобилю вот буквально вчера исполнился год. И на нем я уже проехал 27 тысяч километров. В основном использовалось только водительское сидение. Я один ездил, плюс пассажирское не очень много, задние почти не использовались. Тут, наверное, играет важную роль, какой след вы оставляете на своих сидениях, как они значатся, в какой одежде вы ходите. Некоторые думают, что если постоянно носить синие джинсы, то эти белые сидения станут моментально, там, спустя несколько недель, станут синими. Нет, это совершенно неправда, потому что, наверное, половину этого времени, который я провел в данном автомобиле, в водительском сидении, я использовал синие джинсы, черные джинсы. А, наверное, вторую половину времени такие, как хлопковые, там, черные, либо серые спортивные штаны. Поэтому синих следов я не наблюдаю здесь, вот на нижней части сидения. Единственное, что есть, если так присмотреться, я попробую вам показать это на камеру, если белый цвет не будет сильно пересвечивать. Вот такие вот, как потертости, они немножко серые, серого цвета, в основном на левой части и на правой части, и также на нижней части сидения. Сзади у меня здесь, в принципе, чисто, опять же, повторю, у нас не сильно жарко, то есть, может, если вы летом будете больше потеть, да, у вас будет от шеи, от волос оставаться здесь какие-то следы. Но здесь вот у меня эта часть, она чистая, она, по сути, как новая. То есть, какие-то помарки остались только на этой части, на этой и на самом сиденье, да, где сидит ваша попка. Пассажирское сидение, ну, оно вообще практически новое, я на нем не вижу никаких таких следов. Ну, а про задние пассажирские сидения, это вообще, они будто вот только с салона, ничего на них нет. Да, стоит заметить, что детей я не вожу в автомобиль, детские кресла сзади не установлены, конечно, это и спасает от того, что сидения задние не убиты. Но, я думаю, даже если у вас дети, то и они там будут туда что-то разливать, какие-то напитки, то все это легко можно потом оттереть. Эта кожа, этот материал, эта веганская кожа, она изначально уже создана для того, чтобы быть очень устойчивой ко всяким загрязнениям и легко очищаться. Как я ухаживал за сидениями в течение года, скажу честно, я ни разу их не чистил так конкретно капитально. Бывало, ну, конечно же, полисосил во время уборки и бывало протирал там влажными салфетками, это многие рекомендуют, вот так вот на еженедельной основе и, в принципе, все в этом было нормально. Еще по поводу белого интерьера, некоторые жалуются о том, что вот эта вот передняя полоса у вас на торпедо, она, когда светит яркое солнце, она вам может отражать в глаза. Но у меня таких проблем не было, не знаю, может мне солнце светило не под тем углом, но она мне не отражала. В черном свете интерьера мне, ну так, не очень нравится. Это деревянная панель, я бы ее, конечно, если был бы у меня черный цвет все-таки интерьера, я бы ее чем-то обтянул. Ну и даже вот эти вот боковые вставки, тоже белые, которые идут с 2021 года, тоже мне отражение, никаких глазам меня ничего не ослепляло. И вот сейчас первый раз я решил почистить эти сидения, так, купил вот такую вот штуку, это называется Gion Leather Set Mild, он есть Leather Set Strong, из чего он состоит. У него есть сам очиститель, здесь в данном случае в виде пена такая щетка из лошадиного волоса, тряпка из микрофибры для протирки и жидкость, лазер-код называется, для покрытия уже почищенных сидений, для придания им защиты. Я не стал покупать набор Strong, потому что, ну, я не знаю, как себя поведут эти сидения с набором Mild, он более, скажем так, мягкий. Ну, думаю, никаких проблем не будет, да, и загрязнение у меня не сильное, мне не нужно прям так сильно это все оттирать. Что необходимо сделать перед началом, это пропылесосить сидения, я это сделал, конечно, при помощи пылесоса, все складки, все углубления, хорошо там прошелся пальцами. Если у вас есть кисточка, например, для детейлинга, тоже можете там пройти, чтобы не осталось никаких остатков, никаких камешков, никакой пыли, там, не знаю, что там у вас еще, может, остатки еды туда падали. А после этого мы уже приступаем к использованию самого средства. Итак, начнем чистку. В качестве эксперимента давайте я взял малярный скотч, нанесу вот так вот посредине, здесь. Здесь почистим сначала половину сидения средством, а половину второе ставим нечищенное, чтобы у нас было видно реально загрязнение. Сюда я не буду клеить, и посмотрим, чтобы был у нас наглядно виден эффект, как работает. Мы берем, наносим эту штуку на щетку, можно на само сидение, и берем такими вращательными движениями, это все дело очищаем. После того, как нанесли, мы почистили щеточкой, берем микрофибру комплектную и прямыми движениями все удаляем. И могу сказать уже сразу, что даже когда я носил средство, оно уже становилось темным, и сейчас, не знаю, будет видно, нет, тряпка у нас стала такая темная от той грязи, которую мы очистили от сидений. Давайте еще раз пройдемся слегка. Слегка. Вот эту, да, наружную часть, потому что она тоже загрязняется, когда вы залазите. И таким же образом удаляем прямыми ровными движениями остатки нашего очистящего средства. Ну, что могу сказать, результат я уже вижу, сейчас я вот сниму наш малярный скотч и попробую вам показать это поближе. Вот, если вы видите, вот эта линия у нас, на которой был наклеен скотч, а вот такое вот у нас теперь все белое стало. Вот, если ближе, смотрите, ну, это тут сильно темно так камера делает, но на самом деле разницу я вижу вот так вот, и это, и это, и так. Ну, короче, средство реально работает. Ну, и теперь я продолжу чистить все сидение, включая спинку, подголовник, так, на... тем же способом. Особенно вот здесь вот на плечах у вас может быть грязь, если у вас там, да, сзади дети сидят, и они постоянно вперед там переклоняются. Мама, папа, хочу кушать. Ну, у меня такого нету, и, по сути, у меня тут загрязнения такие не очень сильные, но вот я прямо сейчас вижу, когда я очищаю, стене становятся, приобретают свою изначальную яркость. Этот белый салон Тесла, он яркий, да, какая опасная причина, почему я его вырвал, потому что он дает свет, делает все светло. А, как известно, добро переможет зло, а свет переможет эмниво. Ну, и вот, после чистки одного сидения, тряпка такая, тряпка тоже такая была изначально белоснежно-белая стала, темноватая. Так, она много собрала грязи, то есть вы видите сразу результат, что средство очень хорошо работает. Ну, что ж, чисткой я самой доволен. Теперь, чтобы закрепить результат, я использую этот лазер-код из этого же набора. Да, после него, я уже пробовал на своем домашнем кожаном стуле, сидения станут немножко более скользкие. То есть сейчас они такие мягкие, хорошие. Ну, пусть будет покрытие, может, после него будет сидение будут меньше, точнее, медленнее загрязняться снова. Для того, чтобы применить, мы берем этот аппликатор, который идет у нас в комплекте. Он так удобно у нас надевается на пальцы. Берем его, наносим на аппликатор и прямыми движениями открываем маленьким слоем. Втирать сильно не надо, просто постарайтесь равномерно его нанести на всю поверхность сидения. В общем, я закончил чистку и обработку водительского сидения. С результатами очень доволен. Теперь, после этого покрытие сидение приобрело такой, как немножко матовый такой блеск, матовую структуру. И даже, наверное, я не ожидал, что так все легко почистится. Еще, напомню, раз я год не чистил эти сидения, так капитально просто протирал влажными салфетками. Ну и производитель рекомендует несколько часов не пользоваться после того, как вы нанесете это покрытие сидениями, чтобы оно впиталось, и вы его уже не повредили. В общем, что хочу, друзья, сказать, какой окончательный вывод сделать. Если вы сомневаетесь приобретать Model 3, Model Y, либо другую Tesla с черным или белым салоном, больше всего склоняйтесь к белому цвету. Но вы боитесь, не хотите покупать белый салон только из-за того, что вы не хотите его чистить, то оставьте свои сомнения. Смело берите белый цвет. Это мой фаворит. One Love, да, немножко дороже. Если у вас есть выбор, бывает такое, что Tesla предлагает какие-то там автомобили уже собраны, либо также сейчас есть такая штука, что, как известно, ожидать новый автомобиль в Европе и в Америке необходимо долго. И если, по-моему, выбираете белый цвет, то может еще дольше. Ну, и еще раз повторюсь, я бы выбрал белый в любом случае, даже если бы было время ожидания больше. И пусть это доплата. И, в принципе, мне он очень нравится, поэтому я вам его советую. Не бойтесь, вы его очистите очень легко, как я вам показал, вот при помощи этого продукта. Это, кстати, была не реклама, это просто... Я читал хорошие отзывы о нем, что-то хорошее средство. Но я думаю, любое другое средство тоже будет неплохим. Закончим видео в такой необычной позиции. Спасибо, что смотрели. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам было интересно. Задавайте, может, свои какие-то вопросы еще по поводу белых сидений. Ну, и пока, мы увидимся с вами в следующем видео.